Жизнь ворота! Жизнь ворота! Антология Уркагана В Москве задержали подозреваемого в убийстве вора в законе Гейдарова. Сотрудники Следственного комитета России, СКР, ФСБ и уголовного розыска задержали человека, подозреваемого в убийстве криминального авторитета Али Гейдарова, также известного как Альберт Рыжий или Альберт Питерский, сообщили коммерсант в СКР. Личность подозреваемого пока не раскрывается. Он был доставлен в следственное управление СКР по северо-западному округу, где с ним проводятся следственные действия в рамках уголовного дела об убийстве, части 1 статьи 105 УК РФ, и незаконном обороте оружия, части 1 статьи 222 УК РФ. По данным следствия, днем 12 апреля подозреваемый, находясь в помещении тренажерного зала, расположенного в Москве на авиационной улице, застрелил Али Гейдарова из пистолета ГЛОК, после чего скрылся. Последний раз киллера видели в автобусе, где он и оставил оружие. Затем неподалеку в урне была обнаружена куртка, в которую он был одет. Ранее сообщалось, что в связи с убийством Али Гейдарова, был объявлен в розыск Талех на миг Аглы Аруджов, выходец из Азербайджана. Документы, которые использовал киллер, скорее всего фальшивые. А до этого времени, в СМИ говорили, что, появилось видео побега убийцы вора, в законе Альберта Рыжего. Камеры наблюдения зафиксировали побег мужчины, застрелившего вора в законе Альберта Рыжего, в московском фитнес-центре. Соответствующее видео публикует РЕН-ТВ. На кадрах запечатлены передвижения убийцы на городском транспорте. Также видно, как он обменивается с соседним пассажиром автобуса куртками, после чего расплачивается со своим сообщником. Через некоторое время киллер оказывается в одежде желтого цвета. Ранее подруга, подозреваемого в убийстве криминального авторитета Талеха Аручева, рассказала о его скрытном образе жизни. Он редко появлялся дома, запрещал себя фотографировать, удалял переписки в мессенджерах, не покидал район проживания. Он снимал квартиру в жилом комплексе Алые Паруса, где жил Альберт Рыжий, и посещал местный фитнес-клуб, где произошло убийство. Об убийстве в фитнес-центре жилого комплекса Алые Паруса стало известно в понедельник, 12 апреля. Побег с переодеванием убийцы вора, в законе Алика Рыжего, также попал на видео. Камеры наблюдения сняли побег убийцы криминального авторитета Али Гейдарова, Алика Рыжего. По данным РЕН-ТВ, застрелив вора в законе, в элитном фитнес-клубе на авиационной улице, он выбежал на улицу и покинул район расправы на автобусе. В салоне общественного транспорта, судя по видео, киллер обменялся с соседом куртками. За переодевание он заплатил юноше деньги, 5000 рублей. Они пожали друг другу руки, после чего парень вышел из автобуса. А уже после того, как транспорт доехал до конечной, водитель обнаружил на сиденье пистолет. Именно благодаря его обращению в полицию о перемещениях подозреваемого, правоохранители начали отслеживать маршрут убийцы. Яркую желтую куртку, слово, обнаружили позднее в мусорке. Алик Рыжий был убит 12 апреля в одном из фитнес-клубов на северо-западе Москвы. Камера наблюдения запечатлела момент расправы. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Многие называли его везунчиком, до этого Гейдаров пережил три покушения, четвертое оказалось удачным, но уже не для него. По нашим данным, смерть вора в законе напрямую может быть связана с относительно недавним расстрелом в гостиничном номере в Турции, другого авторитетного и влиятельного вора в законе Надира Салифова, больше известного как Лоту Гули, в августе прошлого года. Конфликт между ним и Рыжим начался еще много лет назад, а обострился после истории с задержанием двух киллеров, которых Гули якобы нанял для покушения на Рыжего. Также стало известно, что застреленный в Москве, вор в законе Альберт Рыжий оказался беженцем. Застреленный в московском фитнес-клубе вор в законе, Альберт Рыжий оказался беженцем. Об этом РИА Новости сообщил источник. По его словам, криминальный авторитет Али Гейдаров имел гражданство Азербайджана, а в России находился на основании статуса беженца. Следователи прорабатывают две версии убийства Рыжего. По одной из них, причиной расправы могла быть месть представителей воровского мира за сотрудничество авторитета с правоохранительными органами. По другой версии, в криминальной среде Рыжего считали негласным заказчиком убийства главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова «Були». 20 августа его застрелили в гостиничном номере в Анталье. Оба преступника стремились быть ближайшими соратниками авторитета Аслана Усаяна, деда Хасана, и враждовали из-за этого. Об убийстве в фитнес-центре жилого комплекса «Алые паруса» стало известно в понедельник, 12 апреля. Предполагается, что преступление совершено с применением боевого пистолета-пулемета, который убийца принес с собой в сумке. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 «Убийство» и 222 «Незаконный оборот оружия» УК России. Итак, напоминаем нашим зрителям нашего канала. 12 апреля 2021 года в Москве застрелен вор в законе Альберт Рыжий. Как только что стало известно Prime Crime, на северо-западе Москвы застрелен 40-летний азербайджанский вор в законе Али Гейдаров, более известный в криминальной среде как Альберт Рыжий. Убийство произошло в фитнес-клубе элитного жилого комплекса «Алые паруса», где жил погибший. Убийца подошел сзади, когда Альберт занимался на тренажере и выстрелил ему в голову, после чего сделал еще два контрольных выстрела. Камера наблюдения отчетливо запечатлела лицо убийцы. Напомним, точно так же, в затылок, в августе прошлого года в Турции был застрелен главный оппонент Гейдарова, азербайджанский вор в законе Надыр Салифов, Були, который не признавал Рыжего как вора. По нашим данным, Альберт был коронован в сентябре 2012 года кланом деда Хасана, став одним из последних его крестников. До этого уроженец Гинджи был трижды судим в Архангельске за грабежи, вымогательства, нанесения побоев и хулиганства. 9 июня прошлого года Гейдаров условно-досрочно освободился из ИК-3 республики Марии Эл на 1, год 1 месяц и 14 дней раньше положенного срока. В феврале этого года в разгар торжества, по случаю его сорокалетия перед Альбертом встал на колени человек, одетый в форму спецназовца, что вызвало негодование у некоторых представителей силовых структур. После деда Хасана Альберт Рыжий стал первым за 8 лет вором в законе, убитым в Москве. Пока следователи выстраивают свою версию преступления, для окружения Рыжего тайн нет. Как рассказали источники, в последнее время Гейдаров, чувствуя за спиной поддержку ряда силовиков, очень настойчиво объявил о своих правах на контроль над рядом наиболее денежных потоков Фуд-Сити. В первую очередь, шла о поставках помидоров. Альберт в свойственной ему манере вел себя крайне дерзко, оскорбительно, жестко. Как выяснилось, оппоненты, тоже авторитетные уроженцы Азербайджана, получили добро от хозяев Фуд-Сити и исполнили Альберта, поделился подробностями наш источник. Напомним, что хозяином Фуд-Сити является миллиарди, год Ниссанов. Стоит отметить, что Али Гейдаров стал уже третьим азербайджанским вором в законе погибших в схватке за Фуд-Сити. Когда мегарынок только создавался годом Ниссановым были проблемы, заманить на него крупных торговцев, оптовиков. Решающую роль в их притоке сыграл законник, Равшан Джаниев, Ленкаранский. Он же оберегал рынок от посягательств вора, в законе Надира Салифова, Лоту Гули. Однако потом между ним и хозяевами Фуд-Сити возник конфликт. Конфликт возник как раз в период, когда к освобождению из колонии начал готовиться главный враг Равшана, Надир Салифов. Причем он выражал готовность работать с торговцами с Фуд-Сити на более лояльных условиях, чем Джаниев. В результате 18 августа 2016 года Равшан был застрелен в Стамбуле. Все знали, что это дело руклот у Гули. С Гули Ниссанов тоже до определенного времени жил, душа в душу. Оба без Равшана чувствовали себя гораздо лучше. Однако потом и между ними пробежала кошка. В результате близкие к Ниссанову силовики объявили Салифову в розыск. А в августе 2020 года Гули был убит. Произошло это через месяц после того, как на свободу вышел злейший враг Салифова Али Гейдаров. После смерти Гули Рыжий был уверен, что теперь он хозяин азербайджанской части Фуд-Сити. Но хозяева рынка так не считали, пишет телеграм-канал ВЧК ОГПУ. Продолжение следует...